Связь! Но мы выбираем этот путь Другные и недостойные слабака Кто здесь не бывал, мотан не сдавал Тот сам себя не испытал Пусть даже он где-то пятерки хватал без проблем Нигде не сдашь ты, как не тянись За всю свою длинную жизнь Десятая доля следствия и теорет Нигде не сдашь ты, как не тянись За всю свою длинную жизнь Десятая доля следствия и теорет За четкий пятерок четверок нет И так покушанный монумент Тот препод, что ей тройки не подарил И где-то доли маячут диплом Не красная стимия Вот ведь от лом И штаналелью на красную губу расставил И где-то доли маячут диплом Не красную стимию Вот ведь от лом И штаналелью на красную губу расставил И пусть говорят, да пусть говорят Но нет, ничего мы не учим зря Дефу реанглийский, история даже ботан Другие придут, сменим и уют На жизнь в общаге дефин герой, и пусть не стынут их ни бага, ни шо-зарва. Другие придут, сменив уют, на жизнь в общаге дефин герой, и пусть не стынут их ни бага, ни шо-зарва. Экзамены, бабы, а ну не зевай, стеснай в весенней, не уповай, ведь препод любой мечтает тебя завалить. Надеемся только на ловкость рук, на бомбу друга, смелый трюк, и молимся, чтобы препод пошел покурить. Надеемся только на ловкость рук, на бомбу друга, и смелый трюк, и молимся, чтобы препод пошел покурить. Зачет за зачет, ни шагу назад, и скоро, наверное, мозги закидают, и с ужасом видишь, что все еще впереди. Есть русские зачетки, ты счастлив и нем, вот только немного завидуешь тем, люди, у которых теперь уже все позади. Есть русские зачетки, ты счастлив и нем, вот только немного завидуешь тем, люди, у которых теперь уже все позади. Славскому лет, ну дай бог с ним, оставим человека в покое, в конце концов. А вообще какие на безваки человеки? Это шформенные звери. Вот недавно Шамиль Басаев заказал в Деканате партию первокурсников. Таких придурков даже у них в Чечне нет. А вот типичный представитель низших слоев общества. Полюбуйтесь, проучился полтора года и хоть сейчас в тюрьму или в армию. Что в принципе мало чем отличается одно от другого. Разве что в армии дают подметать асфальт саперной лопаткой, а в тюрьме веником. Там народ еще не совсем отзверел. И я попрошу нашу армию не оскорблять. Я там был. Да ничего. Между прочим, некоторым нашим физикам там есть чему поучиться. Ага, поучиться. Представляю я себе эту науку. Под каким углом должен находиться левый носок сапога к автомату, чтобы правым пришлось аккуратно в глаз новобранцу. При этом рассчитать силу нанесения удара так, чтобы новобранцу было очень, очень больно. Но он не мог пожаловаться на жестокое обращение и недоедание. Ну так что, говоришь нормально? Нормально. Может проверим? Да, пожалуйста. Рядовой! Делай! Раз! Два! Раз! Два! Делай! Два! Три! Четыре! Три! Четыре! Ладно, все с тобой понятно. Вставай пока студент. Господи, сделай так, чтобы мои дети были девочкой. А зато, а зато, я песню про нас знаю. Жаль, если вы ее! Я тоже. Хвостатые студенты, сессию не стали мы. Нас моски с клубы гоняют, будь то здесь мы лишние. Ах, какие, о, какие! Языки защёкали, документы нам отдали, вот блин, взяли мы отчисление. Это страшная игра, отчисление, это страшный злой. Я люблю тебя, Мирсва, вот дурак. Но всегда надежда есть, что нам снова повезёт. Мыфи, ношину, глаза, шанс последний пусть встаёт. Но ни слёз тебе, ни страха, ни влечений я грублю. Но спасти же нас, демножь, или я тебя убью. Отчисление, будут гнать нас пять собак. Отчисление, пока скажут, что дурак, я люблю тебя, без факт. Дурак. Мы себе дарим сороки, если вдруг беда пройдёт. Просим бить, учить уроки. Только это всё не в счёт. У студентов обещания. Круг ветрой, три вагона. Всё забудется и снова. Жизнь по-прежнему пойдёт. Отчисление. И дадут нам автомат. Отчисление. По вагонам ты, солдат. Я люблю тебя, Мирсва. Дурак. А вот, дурак. Да. А вы сплыхали, как поёт студент? Нет, не тот студент, что что-то знает. Тот студент, что вот купил семестр, а теперь идёт на то экзамен. А знаете, что такое дыр? Дыр – это такой день, которого ждут студенты. И продавцы близлежащих ларьков. Первые из-за того, чтобы хорошо погудеть, а вторые из-за того, чтобы побольше продать. Того, чем студенты будут гудеть. И вообще-то как-то странно получается. Да и вроде как один день погудят студенты. Задолго до и много после него. И очень можно, очень долго можно услышать разговоры типа «Ты где был?» «Я...» «Дефуры в общаге учил». «А что тебе гудкой пахнет?» «Вот чем от меня должно пахнуть?» «Дефурами, что ли?» Я мужчина хоть куда, мне экзамен не ерунда. Даже если водку пил, я лезь с метра. Но ведь где-то ж надо пить, не в подъезде ж нам душить. И под это мы идем в номера. Общага номер три, мой дом родной. Тебе я прихожу, к тебе одной. Я не грущу, не душу ищу. Ты бей со мною, и я все тебе прощу. На безмаке все вот так. Цифра три такой пустяк. Но на самом деле это неспроста. Мы зачет сдаем втроем, на троих потом нальем. Ну а после втройку мы пойдем. Общага номер три, мой дом родной. Тебе я прихожу, к тебе одной. Я не грущу, еду срешу. Ты бей со мною, и я все тебе прощу. Есть квартира у меня, наезжая в дом родня. И покоя нет студенту, блин, вообще. А в общагу прихожу, я всем телом отхожу. И, конечно, не забуду о душе. Общага номер три, мой дом родной. К тебе я прихожу, к тебе одной. Я не грущу, еду срешу. Ты бей со мною, и я все тебе прощу. Новости с культуры. На физфаке снимается многосерийный эротический триллер с элементами мистики. Математические анализы два или девять с половиной пересдач. Рабочее название фильма «Студент, которого мы потеряли». Фильм повествует о непорочной, чистой и прекрасной любви патологического двоечника к гинекологическому экзаменатору. В основу фильма легли реальные события. Имена и лица задействованных персонажей изменены до неузнаваемости. Сюжет фильма состоит в следующем. Студент второго курса узнает, что его настоящими родителями являются один из преподавателей математической кафедры и Андрей Чикатило. Причем неизвестно, кто был отцом, а кто матерью. И кто над кем еще поиздевался. Прошлые родители оказались просто соседями по квартире, которые ставили над ребенком бесчеловечный эксперимент. После школы они отдали его на физфакт. И всякий раз, когда наш герой видел Валерия Андреевича Богатырева, он говорил только одно. «Лучше смерти». Несмотря на такое черное начало, фильм заканчивается на редкость удачно. Студент, не выдержав морального напряжения, перерезал всю кафедру бензопилой к чертовой матери, чтобы не мучиться. Особенно красочно было изображено празднование похорон и отмечание поминок, которые сопровождались танцами, фейерверком, криками. На их месте должны были быть мы. Ха-ха-ха! 68 раз кафедру хоронили на бис. Фильм заканчивается трогательной песней, которую исполняет девушка главного героя, патологоанатом из уголовного розыска. Песня «Поется». Дремлет притихший родной покрытие. Большая хвостовка, еще я студент. Иду на экзамен, голова вся влюбит, а там у матка, который на препод висит. И тогда я взял мужика за плечо и тихонько сказал «Ну поставьте мне троечку!» Ну оставьте мне троечку, ну оставьте мне троечку, ну оставьте мне троечку. Ну что же вам стоит вот здесь расписаться, а он все висел и вот так улыбался. Экзамен мой сорван, какой-то подлец, взял счеты с матка бедрой, это конец. И тогда я бросил у него за счетку и заорал, кто поставит мне троечку, кто поставит мне троечку. Кто поставит мне троечку, кто поставит мне троечку. Мурое небо над головой, хвостовку забрали, послали домой. Но все же я видел, как Максим Калмыко вчера сдал матан, хоть и был не готов. И тогда я забрал документу в деканате и закричал, подаритесь вы троечкой. Теперь я в стройпаде, лопата, штык, нож. И каждую ночь, бросаюсь я в дрожь. Мне снится экзамен, я плачу на взрыв. Еще вспоминаю, как препод висит. И просыпаюсь в холодном поту, я ношу казармару. Ну поставьте мне троечку! Ну поставьте мне троечку! Ну поставьте мне троечку! Ну поставьте мне троечку! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а теперь пошло время нашей горячей линии. А вот, кажется, и первый звонок. АЛЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, здравствуйте. Это радио? Радио, радио. Это радио «Будем»? Будем, будем. А вы меня не обманываете? Да пока нет. Ух ты, бобли, зазвонился, ну! Да, еще один звонок, да. Да, мы вас слушаем, алло. Алло, алло, здравствуйте, меня зовут Жанна. Я хотела бы заказать песню из фильма Чарли Чаплина «Окни большого города». Я сейчас посмотрю. Вы знаете, у нас такой песни нет. Да? Странно. А Наполеон из шестой палаты сказал, что слышал ее у вас. А-а-а. Ну, сходите к самому Чарли и спросите у него. У него этот саундтрек наверняка есть. Какой Чарли? Мужчина, вы что, сумасшедший? Он уже неделю как выписался. Извините, а как вы сказали, вас зовут? Жанна меня зовут. Жанна. Жанна, да, придурки. Ой, короче. Рекламная пауза. Вы знаете, что пьют умные студенты на утро после дня физика? Что же, что и все? Пифа. Пифа. Не дай себе сдохнуть. Стой! Стой, 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 стой. Ну, ты резвый. Сам ты трезвый. Да не, я не об этом. Слушай, я тут все время один и один. Давай что-нибудь сообразим, а то крышу уже рвет. Только третий нужен. Ха, ну, с этим на фейс-факе проблем никогда не было. Показывай. Три не будешь! Эй, эй, а зачем нам три третьих? Нам только один третий нужен. А, сейчас посчитаемся. Значит так. Мы сдавали всем мотан, Но сказал нам Шалдер-Ван, Хоть пять раз мотан ты сдай, На тифурах вас бонзай. Шалдер-Ван, Ту, Три, ФОП, Все равно мы сделаем. В общем-то я стал. А вообще, на фейс-факе, Вот все вот так вот. Ну все по максимуму. У нас же как, если учиться? То до облысения. Если работать, так уж до дистрофии. На уши, если фейс-факу, То ж водка пить, Земля валяться, На фейс-факе не появляться. А что ж ты спорить последнее дело? Тогда больше нечего пить. Но ей не гнев, Вот и я бы сделал, И я ведь поговорить. И двое сошлись, Не на страх, а на совесть. Водка прогнала сон. АПЛОДИСМЕНТЫ Один говорил, Это могила, И скоро мы все умрем. А первый кричал, Диплом нам награда, Куда захотим мы пойдем. Второй кричал, Диплом бумага, Его мы лучше пропьем. А первый кричал, Дэг лучший праздник, Его нам с тобой не забыть. Второй кричал, Тоже мне радость Неделю с похмелем ходить. И эта история чистая правда Все дело, ребята, в том, Что физики часа Впадают в правильность И нету у них тормоза. И все-таки лучше, Все, дайте мне учиться Петь и гулять. И только любить Надо без меры, Чтоб счастье не потерять. Все, аллилуйя. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы вам расскажем Сказочку Хорошую, Но страшную В некотором царстве, В некотором государстве Посреди большого болота Жил-был Иван Дурак Царевич И был он вот такой Пригорший, Что ни в сказке сказать, Ни пером описать. Сам сыршок, голова как горшок, Но с крючком, волоса старчком. Почитал он царя, батюшку, Царицу, матушку, А больше всего любил Молодую картошку, Да большую ложку. Василису прекрасную он любил, Только вот похитил ее Змей трехглавый. От того-то Ваня и тронулся. Путь дорожка. Идет Иван, идет, По частому елечку, По молодому осенечку, По болотам, трущобам и топям. Солнышко над ним светит. Кресина под ногами чапкает. Ветерок его таскает. Кики-мары его, Стикачуточку. Птички ему поют. Солнышко. Красота. Жуть. Шел он, шел. И до ручки. Из бушки. На курьих ножках. Вытер он лопаточки, Платочком шелковым. Вышмаркался до него по-младецки. А дверь дубовую, В резьбетовое украшение. Причем вышел, Кдабы сгувалился. Видит Иван, Девица, Красавица, Сама Молодая, Коса золотая, Нога костяная, А во рту Зуб торчит. Зыграл, Ну, твою шелковушку, Молодец, Он, шелкер, Как и выхватил такой. Кромечку нарубил, Печень стопил, Суп свалил. А помечку от вес Выхватил такой. Я лбаски вам подрезал, Красавицу накормил, Спать уложил. Слушай, Ну, какая это красавица была, Но это же, Ну, бабрега, А мне вот, может, В каждой вот такой бобеке Девица-красавица видеть. Ну, я не знаю, Чего там тебе видеться, Вот только ты мне сказку Рассказывать не мешай. Да вот ты мне не мешай. Значит, так, Уснула красавица. Уснула старуха. Он ее в щеку поцеловал, Он ее в щеку поцеловал, Отрубил он ее голову, Дверь так тихонечко закрыл, Хлопнул дверью, С избушком простил, Потрох из четырех углов, И пошел он дальше. Шел он, шел, И дошел до поганного места. Шел он, шел он, шел, Он говорит, давай, У меня сразу три друга. Я отрубил ему одну голову. И ничего, говорит, два, Будь у меня два друга. И вторую голову ему склечу. И ничего, говорит, два, Один старый друг лучше новых. И третью голову ему склечу. А, высклечивал тут ему Василиса прекрасный, Голубо гладил. Наконец я посадил, Домой ее женился, Не жил долго и счастливо. Сусяочки конец. А царевна-то лягушка оказалась. Но когда любишь, это в конце концов не важно.